Уроженца Киргизии, которого подозревали в причастности ко взрыву дома в Магнитогорске, поймали в Москве. Такие данные публиковало издание «База». Мужчину отпустили из СИЗО, где он провел полгода, и теперь вновь задержан. Подробности расскажет Татьяна Лаврова. Как пишет издание «База», подозреваемый во взрыве дома в Магнитогорске, выйдя из СИЗО, приехал в столицу России. В Москве он, как сообщают журналисты, хотел добиться справедливости. В итоге в столице его задержали и теперь хотят депортировать на родину, в Киргизию. Напомним, этого мужчину задержали после взрыва в доме 164 по проспекту Карла Маркса. Газ по предварительной версии рванул в одну из квартир второго этажа. В результате инцидента были разрушены седьмой и восьмой подъезды здания. Погибло 39 человек. Большой пакет тяжелый. Ну, как почему? Вот такой большой пакет. Туго-туго связанный. Поднял очень тяжелый пакет. Ну, я сразу понял, что это взрывное устройство самодельное. Я сам сапер. А вы сапер? Да. Официальной версией властей до сих пор остается взрыв бытового газа в доме. Только вот журналисты, пообщавшись со всеми участниками трагедии, пришли к выводу. Это теракт. Все знают, что случилось. И все молчат. Тогда во взрыве дома подозревали уроженцы Киргизии. Его отправили в СИЗО. Мужчина заявил, что во время допроса его пытали. По данным базы, после проведения семи месяцев в СИЗО мужчину отпустили. Полгода уроженец Киргизии провел в центре временного содержания иностранных граждан по Челябинской области. Оттуда его собирались депортировать на родину. Но Европейский суд по правам человека запретил отправлять мужчину домой. Выйдя на свободу, иностранец решил уехать в Москву, чтобы добиться справедливости и привлечь к ответственности тех, кто его пытал. А также получить статус беженца. Но в итоге в столице его снова задержали. И теперь хотят депортировать.